Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о Средиземном море что мы знаем о нем это море скорее всего является одним из самых известных водоемов в мире знаменитая своими прекрасными голубыми водами и шикарными курортами многие люди отдыхали там и знают что Средиземное море всегда была популярным туристическим местом да что там туристическим Средиземное море можно без всякого преувеличения назвать колыбелью человечества на его побережьях зарождались самые могущественные цивилизации когда-либо существовавшие на земле на руинах которых впоследствии вырос современный цивилизованный мир да и скорее всего не просто так ведь бассейн средиземного моря содержит одни из самых плодородных и красивых мест на земле и в этом знаменитом внутреннем море есть нечто большее чем кажется на первый взгляд и поэтому здесь и сейчас мы поговорим о нем поподробнее поехали море посреди земли так называли его в древности история средиземноморья в контексте стран и народов проживавших на его берегах чрезвычайно разнообразно и увлекательно средиземноморье одно из самых благоприятных мест для проживания человека на планете земля и подтверждением этому служит вся история средиземноморья как утверждают ученые родины человечества является африка можно предположить что люди мигрируя в первую очередь двигались сторону менее жарких и более комфортных для проживания областей средиземноморского региона поэтому на побережье средиземного моря археологи постоянно находят артефакты подтверждающие присутствие здесь первобытных людей средиземное море является точкой соприкосновением континентов стран народов культур и цивилизаций регион в прошлом никак нельзя назвать спокойным и мирным здесь борьба за место под солнцем было естественным положением вещей здесь сталкивались и рождались новые идеи концепции средиземное море позволяло формироваться и взаимно обогащаться идеям культурам народам и цивилизациям в этом регионе постоянно велась борьба за господство в море поскольку оно было главным связующим звеном региона кто господствовал в море тот доминировал в торговле и наиболее активно участвовал в культурном взаимообмене средиземноморье возникали и развивались большое количество культур наиболее известные из которых это месопотамская культура египетская персидская финикийская еврейская древнегреческая римская арабская и турецкая культуры все они оказали непосредственное влияние на развитие современной западной цивилизации в целом а название море посреди земли впервые ввел в оборот античный римский писатель гай юлий салин опираясь на представление своего времени поскольку древние европейские и североафриканские цивилизации развивались в бассейне именно этого моря служившего естественным путем сообщения между ними и что интересно исторически средиземное море носила различные имена например карфагиняне называли его сирийским морем а позднее римляне называли его наше море и иногда внутреннее в древних сирийских текстах финикийских эпосах она была в первую очередь известно как великое море или просто море однако она также называлась последнее море из-за своего расположения на западном побережье великой сирии или святой земли иногда переводилась как западное море другим названием было море филистимлян по названию народа населявшего большую часть его берега рядом с израилетянами море также называется великим морем на османско турецком языке оно также называлось чистое белое море также в турецком языке оно известно какakdenis белое море западное море так как у турок белый цвет означал запад средиземное море у многих народов называлась среднее море отражая название моря в греческом латинском немецком албанском и современных европейских и ближневосточных языках средиземное море относилось к меняющимся названиям спокойно, ведь оно зародилось, по мнению ученых, очень давно, задолго до зарождения прямоходящего и думающего о нем человека. Современное Средиземное море являлось реликтом древнего океана Тетис, который был гораздо шире и простирался далеко на восток. Реликтами океана Тетис являются также Аральское, Каспийское, Черное и Мраморное моря, соответствующие его наиболее глубоким впадинам. И рождалось оно несколько раз. Оно то высыхало, то обратно наполнялось водой. Как такое бывает? Самое время поговорить о кризисе. Куда же без него? Только ученые дали ему определенное название – Мессинский. 6 миллионов лет назад, до образования Гебралтарского пролива, Средиземное море соединялось с Атлантическим океаном более мелким проливом, долина которого находится на территории современного Марокко. Сначала из-за оледенения сильно упал уровень воды в Мировом океане. Затем в результате тектонической активности пролив между геркулесовыми столбами исчез. Со временем море высохло, и Европа соединилась с Африкой. Так что бегемоты, гигантские кролики и прочая древняя живность начала табунами гонять между континентами. Кризис, судя по всему, продлился около 600 тысяч лет, и если на превращение морского дна в пустыню уходили сотни тысяч лет, то обратный процесс был стремительным. 5 миллионов лет назад, возможно, вследствие колоссального землетрясения, воды Атлантического океана пробили Гебралтарский пролив и затопили Средиземноморье. Наступила грандиозная катастрофа. Ужасающая волна захлестнула огромные пространства, покоронив на дне древние экосистемы и миллионы живых существ. В общем, зрелище наверняка было величественным и ужасным. Согласно расчетам через образовавшуюся горловину Гебралтарского пролива, опустошенный засухой бассейн заполнился океанскими водами всего за несколько месяцев со скоростью нарастания уровня моря до 10 метров в сутки. Кто-то скажет, а откуда вы знаете, что море высыхало? Как такой глубокий и огромный водоем может высохнуть? Это же не лужа? Свидетельством Мессинского кризиса являются километровые залежи соли в районе Средиземноморья. Долгое время Мессинский кризис был предметом ожесточенных споров между учеными. Исследователи не могли прийти к единому мнению о причинах внезапной катастрофы. Кто-то считал, что причиной катаклизма послужил рост ледовой шапки Антарктиды. Однако сам механизм его развития и объяснение его масштабов оставались загадкой. Другие исследователи не признают этих теорий и считают, что Средиземное море было изолировано в результате движения литосферных плит. Как доказали новые исследования, обе теории были частично верны. В настоящее время научные сотрудники собрали образцы пород времен Мессинского кризиса в Антарктике и провели компьютерное моделирование формирования ледников. Они обнаружили, что рост льдов привел к нарушению гравитационного равновесия и деформации земной коры под Средиземным морем. Льды начали таять и море снова заполнилось. И на данный момент Средиземное море девятое в мире по площади, а это 2,5 миллиона квадратных километров, объем 3 миллиона 839 тысяч кубических километров. При средней глубине 1541 метр самая глубокая зарегистрированная точка 5267 метров в проливе Калипсо в Ионическом море. Вы спросите, в каком таком Ионическом море? Мы же говорим о Средиземном? Так вот, Средиземное море включает в себя более 10 морей. Это Ливийское море, Левантийское, Тиренское, Ионическое, Балеарское, Адриатическое, Сардинское, Критское, Лигурийское, Альбаранское, Мраморное море и Эгейское, а Эгейское море включают в себя Икарийское, Миртаанское и Фракийские моря. Отметим тот факт, что в бассейн Средиземного моря также входят такие моря, как Черное и Азовское, но мне кажется это самостоятельные моря, так сказать двоюродные сестры, стоящие немного в сторонке. Средиземное море считается межконтинентальным, этот водоем, омывающий два материка, расположен между тремя частями света – Европой, Азией и Африкой. Находится море в глубокой, вытянутой, нерегулярной впадине. Протяженность этого моря с запада на восток составляет около 3700 км, а с севера на юг – около 1600 км. Длина береговой линии – около 46000 км. Да, Средиземное море отличается сильно изрезанной береговой линии, особенно в своей северной части. Именно в этом регионе находятся самые крупные полуострова – Опенинский, Балканский и Пиренейский. Средиземное море относится к бассейну Атлантического океана, но соединяется с ним только в одном месте – Гибралтарском проливом. Искусственный Суэцкий канал связывает воды Средиземного с Красным морем, а пролив Босфор с Черным и Азовским. Помимо этих проливов отметим пролив Дарданеллы, Тунисский пролив, Мессинский, Мальтийский, Пролив Бонифаче, Атранто, Китиро, Вериге и Андикитиро. И куда же мы без заливов? Перечислим наиболее крупные. Это залив Габес, Сидро, Таранто, Генуэзский, Лионский и Валенсийский. И кто знает, есть ли в Средиземном море острова? Многие скажут, конечно есть – Сицилия, Сардиния, Кипр, Корсика, Крит, Эвбея, Мальорка, Лесбос, Родос, Хиос, ну и еще несколько тысяч, на перечисление которых уйдет немало времени. Да и точное количество островов знает далеко не каждый географ. Но кто задастся целью, обязательно их пересчитает и станет профессором Средиземноморских островов. Дно Средиземного моря распадается на несколько котловин с относительно крутыми материковыми склонами глубиной 24 км. Вдоль берегов котловины окаймлены узкой полосой шельфа, расширяющейся только между побережьем Туниса и Сицилии, а также в пределах Адриатического моря. И геоморфологически, это наука о рельефе, Средиземное море можно разделить на три бассейна. Западный Алжирско-Прованский бассейн с максимальной глубиной свыше 2800 м, объединяющий впадины моря Альбаран, Балиарского и Лигурийского, а также впадину Теренского моря свыше 3600 м. Центральный свыше 5100 м. Это центральная котловина и впадина морей Адриатического и Ионического. И, наконец, восточный Ливантийский около 4380 м. Это впадины Ливантийского, Эгейского и Мраморного морей. И раз уж мы говорим о рельефе, скажем, что Средиземноморье — это зона активного современного вулканизма. Средиземное море и сопряженные к ним области континентов отличаются большой тектонической подвижностью. Наибольшая вулканическая активность наблюдается на западном побережье Италии в Теренском море. Близ Неаполя возвышается Везувий с его соммой и считается одним из наиболее опасных вулканов. А несколько западнее — Флегрейские поля, крупный вулканический район, расположенный к западу от Неаполя. И, наконец, на самом юге Италии в Сицилии возвышается Величественная Этна с ее многочисленными конусами. Это самый высокий действующий вулкан в Европе. В Теренском море севернее Сицилии расположены вулканы Липарских островов и среди них Вулькано и Стромболи. А к западу от Неаполя — вулканы острова Искья. Вторым районом проявления молодого вулканизма в Средиземноморской зоне является Эгейское море, а именно группа островов Санторин с вулканами Милос и действующим Санторин. Ну что же, с гор спускаемся обратно в море. И что мы наблюдаем, что соленость воды в водоеме выше, чем в среднем по мировому океану — 39 промилле против 34. На востоке море более соленое, чем на западе, потому что, во-первых, толщина водного слоя там меньше и вода быстрее нагревается и испаряется, а концентрация соли повышается. Во-вторых, косвенно, но влияет на соленость и деятельность человека. Крупные плотины на Ниле и других реках уменьшают приток пресной воды и все-таки по солености уступают Красному морю, занимая вторую строчку в мире. Мертвое море не в счет, это не море, а озеро. Кстати, в Средиземное море впадает немалое количество рек, главнейшие из которых это Эбро в Испании, Рона во Франции, Орно и Тибр в Италии, на востоке По и Маррица и, конечно же, Нил. Куда же мы без него? Но основной водообмен происходит через Гибралтарский пролив. Гидрологический режим Средиземного моря формируется под влиянием большого испарения и общих климатических условий. Преобладание расхода пресной воды над приходом ведет к понижению уровня, что является причиной постоянного притока поверхностных, менее соленых вод из Атлантического океана и Черного моря. В глубинных слоях проливов происходит отток высокосоленых вод, вызванных разностью плотности воды на уровне порогов проливов. Циркуляция вод в Средиземном море имеет главным образом ветровую природу. Она представлена основным почти зональным Канарским течением, переносящим воды преимущественно Атлантического происхождения вдоль Африки от Гибралтарского пролива до берегов Ливана системой циклонических круговоротов в обособленных морях и бассейнах слева от этого течения. Приливы в основном полусуточные, их величина менее 1 метра. Но в отдельных пунктах в сочетании с ветровыми нагонами колебания уровня могут достигать 4 метров. Это Генуэзский залив и у северного берега острова Корсика. В узких проливах наблюдаются сильные приливные течения, особенно в Миссинском проливе. И море таки неспокойное. Максимальное волнение отмечается зимой, иногда высота волн достигает 6-8 метров. Как же так? При упоминании средиземноморского климата первым в памяти всплывают страны, расположенные вдоль Средиземного моря, такие как Италия, Испания, Хорватия и Греция. И там хорошо, и море в основном показывают спокойным. Самое время поговорить о климате. Этот регион, как и его климат, называется Средиземноморским. Климат Средиземного моря определяется его положением в субтропическом поясе и отличается большой спецификой, которая выделяет его в самостоятельный средиземноморский тип климата, характеризующий мягкой зимой и жарким сухим летом. Зимой над морем устанавливается ложбина пониженного давления атмосферы, что определяет неустойчивую погоду с частыми штормами и обильными осадками. Холодные северные ветры понижают температуру воздуха, развиваются местные ветра. Мистраль это сильный и холодный северо-западный ветер, дующий иногда с Севен на Средиземноморское побережье и Бора на востоке Адриатического моря. Летом большую часть Средиземного моря охватывает гребень Азорского антициклона. Это центр огромной области высокого давления в субтропическом хребте, находящейся в Атлантическом океане, вблизи Азорских островов. Антициклон существует постоянно, но влияние его сильнее в летнее время, что определяет преобладание ясной погоды с небольшой облачностью и малым количеством осадков. В летние месяцы наблюдаются сухие туманы и пыльная мгла, выносимая из Африки южным ветром Сирокко. В восточном бассейне развиваются устойчивые северные ветры Этезии. И хотя Средиземноморье известно своим приятным климатом, в этом регионе существуют некоторые непредсказуемые погодные условия, о которых вы, возможно, и не знали. Когда мы говорим о климате Средиземного моря, мы имеем в виду исключительно прибрежные зоны. Летняя погода – это то, чем славится этот район. Спокойное море и сухая жара являются обычными гостями прогноза погоды, но зимы вокруг Средиземного моря на самом деле довольно ветреные и влажные. Количество осадков варьируется в зависимости от местности, но в горных прибрежных районах выпадает наибольшее количество осадков. На побережье Хорватии также выпадает довольно много осадков каждый год, в то время как на противоположном конце, в североафриканской части Средиземного моря, выпадает довольно мало осадков по сравнению с этим. И получается, что воздушные массы оказывают одно из самых больших воздействий на климат Средиземноморья, а мы плавно переходим к растительному и животному миру. Действительно, как дела обстоят с флорой и фауной? Обособленность акватории от Мирового океана и высокая соленость воды привела к тому, что в Средиземном море немного форм растительной жизни, особенно в части зоо- и фитопланктона – подводных растений. На глубине до 10 метров пышно колосится Поседония океаническая. Ее заросли образуют настоящие подводные луга, служащие домом и столовой для рыб и моллюсков. Однако Поседония находится под угрозой исчезновения. Ее враг – тропическая зеленая водоросль Каулерпа, неведомым образом занесенная в Средиземное море и вытесняющая Поседонию. Присутствуют также бурые, зеленые и красные водоросли. С фауной интереснее. Подводная прибрежная зона Средиземного моря густо заселена высшими раками – лангустами и крабами, головоногими моллюсками, осьминогами, кальмарами и каракатицами. Двустворчатыми моллюсками – устрицы, мидии и морские финики, водными многоклеточными кораллами и губками. На глубине обитают морские черепахи и хищные косатки. Да, представьте себе, есть и они! Стремительно проносятся стаи дельфинов. Самые распространенные дельфины – дельфины-белобочки. Белобочки – одни из самых резвых дельфинов. Преследуя в открытом море стайных рыб и кальмаров, дельфины разгоняются до 35 км в час. Гринда – это крупный дельфин. Ареал гринды охватывает всю Северную Атлантику до Средиземного моря. Гринды живут большими группами и очень внимательные к сородичам. А самый изученный вид дельфинов – афалины. Они живут там же, где и белобочки, но придерживаются прибрежной зоны, предпочитая донных обитателей, камбалу, скатов, некоторых акул или осьминогов. Афалины не любят кочевать и держатся небольшими стаиками. Ареал серых дельфинов столь же широк, как и у белобочек и афалин. Но этот дельфин повсеместно редок. Серые дельфины маленькими группами кочуют в поисках добычи головоногих моллюсков. В Средиземном море встречаются также морские свиньи, короткоголовые дельфины, клюворылые дельфины, бутылконос и клюворыл, южные киты и некоторые другие китообразные. Воды Средиземного моря насчитывают примерно 550 видов рыб. Это рыба-луна, сарган, тунец, черный горбыль, коричневый губан, конгер или морской угарь, сардина, рыба-гитара, барабулька, морской язык, рыба-дорада, горбыль, рыба-попугай, ставрида, пагель красный, спинорог, абу-навха, она же фугу, лаврак-сибас, группер-белый локус, каменный окунь-зебра, луфарь, он же гумбар, рыба-белка, петра-псара, кефаль и многие другие. Из них 70 видов это эндемики, то есть обитающие только в этих местах. Из эндемиков можем упомянуть скатов, хамсу, губана и рыбу-иглу. Открытые воды Средиземного моря полны опасными хищниками, которых стоит опасаться свободным купальщикам и ныряльщикам. Большая белая акула, тигровая акула, песчаная акула, бычья тупорылая акула, океаническая длинноплавниковая, акула-мака, семижаберная акула, гигантская акула-молот, голубая-синяя акула, черноперая, лимонная и всего 47 видов акул. Из них 15 — потенциально опасных. Например, акула-молот и голубая, подплывающие близко к берегу, распространены скаты, электрически убивающие током и хвостокол с ядовитыми шипами на хвосте. Вводятся скорпены — морские ерши. Эта рыба наиболее опасна для купальщиков, потому что нередко взрывается в песчаное дно на мелководье, прикидываясь камнем. Ее колючки содержат сильный яд. Наступив на ерша, можно даже погибнуть. Угарь и мурена опасно снесут их острые зубы и мощные щелюсти. Медузы могут также принести немало печали. Наиболее неприятная встреча с фиолетовой медузой, она же пелагея. Ее щупальцы простираются на 50 см в длину. Ожог очень болезненный и долго не проходит. Физалия, другое ее название, португальский кораблик. При контакте с ее щупальцами человек получает сильнейший ожог, который вызывает мучительную боль. Морской дракон или скорпион — вид хищных лучеперых рыб. Во время укуса он впрыскивает яд, который крайне неблагоприятно скажется на вашем организме. Малоприятная встреча также с морским ежом, огненным червем и актинией. В Средиземном море есть даже свой крупный морской зверь — это тюлень-монах. Он может достигать двух с половиной метров в длину. На нижней поверхности его тела располагается большое светлое ромбовидное пятно. Тюлени-монахи держатся в море близ берегов, укрываясь в пещерах и гротах. Живут оседло, небольшими группами, хорошо ныряют и кормятся крупной рыбой. Врагов кроме человека у них нет, но его вполне хватило, чтобы на планете Земля на данный момент осталось всего 400 особей. Тюлени-монахи — род, включенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, который находится на грани полного исчезновения. И это лишь маленькая крупица в проблемах Средиземного моря. Средиземное море имеет лишь один выход в океан — Гибралтарский пролив. По этой причине все загрязнения практически остаются в нем. Защитники природы и ведущие ученые мира пришли к выводу, что Средиземное море — самое загрязненное. Согласно исследованиям Испанского института мирового океана и Гринпис, в каждом литре средиземноморской воды в среднем содержится несколько грамм нефтепродуктов, которых ежегодно сливается более 400 тысяч тонн. На каждом километре морского дна насчитывается почти 2000 предметов отходов человеческой жизнедеятельности. Значительная доля в общем объеме загрязнений моря, кроме промышленных и сельскохозяйственных сточных вод, приходится на коммунальные истоки, а это порядка 90%. Многие регионы с развитым массовым туризмом страдают от загрязнения воды и эрозии почвы, а морские обитатели лишаются привычной среды. Каждое лето на Средиземноморское побережье прибывает порядка 200 миллионов отдыхающих. Страны Средиземноморского региона ежегодно производят 24 миллиона тонн пластиковых отходов, из которых лишь 70% должным образом перерабатывается, а остальные оказываются в природе, в том числе на побережье и в море. Загрязнение воды – важной составляющей всего живого на Земле, проблема мирового масштаба. И задачи человечества давно обозначены и вполне решаемы. Это ограничить выбросы токсичных веществ и ядов, выработать меры по предотвращению крушения судов, танкеров, сократить протечки и аварии на добывающих платформах, своевременно ликвидировать последствия происходящих внезапных катастроф, повысить ответственность за нарушения Международной конвенции по предотвращению загрязнения морей, сознательное и бессознательное причинение вреда экосистеме, провести обучение, максимально распространить информацию о глобальном печальном состоянии вод. И мало кто сомневается, что Средиземное море является одним из самых красивейших морей нашей планеты. Всякий, кому хоть раз посчастливилось увидеть своими глазами сказочную красоту этого уникального на Земле водного бассейна никогда ее не забудет. И задача человечества сохранить и по-хорошему восстановить Средиземное море. И тогда планета Земля конечно же ответит нам свежим воздухом, красивыми и незабываемыми видами и прозрачной и чистой водой. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова